Международное сообщество должно усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, убежден президент Украины Владимир Зеленский. Ракеты и беспилотники. 10 жилых домов повреждены в Умани. В одном из них разрушен целый подъезд. Российское зло можно остановить санкциями. Глобальные санкции должны быть усилены. Владимир Зеленский, президент Украины, в Твиттер. Международная санкционная группа Ермака Макфола предлагает ввести полный эмбарго на всю российскую продукцию черной металлургии без исключений. В частности, на производство металлопродукции в третьих странах из стали российского происхождения до 2024 года. Украина ожидает внесения в следующие санкционные пакеты российских пропагандистов, которые поддерживают агрессию против Украины. Важно введение санкций в отношении российских спортсменов, которые страна-агрессор использует как инструмент для пропаганды своей войны. Важно дальнейшее введение санкций в отношении энергетического комплекса России и оборонной промышленности, ограничение использования финансовых инструментов, вопросы конфискации активов Центробанка России и их дальнейшей передачи Украине, а также другие сферы, отраженные в плане действий. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. В Телеграм. Предлагается усилить контроль за соблюдением предельных цен на нефть, ввести эмбарго на транспортировку российской энергетики в ЕС и Восточную Азию. Это уже второй санкционный план группы Ермака Макфола, первый выполнен на 70%. Вместе с тем, западные партнеры Украины продолжают согласовывать 11-й пакет санкций. Евросоюз обсуждает введение ограничений на IT-технологии и морскую логистику. Под санкции попадут танкеры без навигационных систем, позволяющих отслеживать их перемещение. Пакет будет направлен на то, чтобы закрыть лазейки, в том числе из третьих стран, пишет Блумберг. Среди прочего остается важным вопрос ужесточения санкций по импорту российских алмазов, уверены эксперты. Все эти месяцы дискуссии привели к пониманию того, что у нас нет исключений, секторальных исключений из всех санкций. И это, конечно, то, что помогает Украине. Если мы говорим, что нам нужно победить путинский режим в Украине, то нам нужно также убедиться, что мы пресекаем любую форму финансирования путинского режима, включая алмазы или ядерную продукцию розатома. В Украине к 37-й годовщине Чернобыльской катастрофы призвали мир содействовать остановке российского ядерного террора и введению более жестких санкций против Росатома. Ограничения против российской ядерной отрасли могли войти уже в десятый пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля, однако этого не произошло. Я думаю, что мы обсудим это в парламенте и будем настаивать на санкциях. Но среди государств-членов у нас все еще есть страны, выступающие против санкций Росатому. Мы должны преодолеть эту оппозицию. Более того, то же самое происходит, например, с алмазами. Россия уже несет ощутимые убытки из-за введенных санкций, но нужно добиться, чтобы она стала изгоем во всем мире, уверенный экономист Афина Смол. Хотелось бы, чтобы санкции были жестче. Я вижу, что Россия действует как ИГИЛ. Это террористическая организация, которая имеет место в Организации Объединенных Наций. Но с ней следует обходиться как с террористической организацией, если ее доступ к финансовой помощи будет полностью закрыт. Ожидается, что 11-й пакет санкций ЕС против России будет принят не раньше второй половины мая. Такое мнение высказал глава МИД Польши Збигнев Рау.